Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все это конечно так Но как я уже рассказывал Накануне новогодних праздников На небе наблюдалось соединение Сатурна и Юпитера Двух планет, символически связанных С уходящим и наступающим Годовым циклом Поэтому два года фактически Сольются в один И 2021 год станет Продолжением 2020 А значит, почти все нерешенные Проблемы года уходящего Будут активно проявляться и в новом году Итак, символическим управителем Наступающего 2021 года Является Юпитер Так называемая звезда королей И покровитель сильных мира сего Хранитель законов и воплощения Государственной власти Стало быть, весь следующий год Пройдет под знаком усиления Роли властных структур А также строительства Государственных институтов И принятия новых законов Давайте разберемся Какими же они будут И как они будут восприняты обществом Ответить на этот вопрос Нам поможет астрологическая карта Нового 2021 года Построенного на 0 часов 0 минут 1 января Тот самый момент времени Когда под бой курантов и звон бокалов Люди традиционно загадывают Желание на Новый год Именно в это время Коллективные чаяния многих людей Сливаются в некий прообраз будущего Информационную матрицу Наступающего года Или фантом Который имеет все шансы Воплотиться в реальных событиях Это является весьма значимым Для коллективного бессознательного человечества А стало быть И для социально ориентированной части общества Дорогие друзья В этом гороскопе Мы видим достаточно драматичную картину Которая Луна, Юпитер и Сатурн Оказываются в негативной конфигурации с Марсом Который в астрологии считается Планетой войны и агрессии В гороскопе 2021 года Марс очень силен Поскольку оказывается вовне Знаки собственной обители При этом Луна Символ народа в мировой астрологии Окажется в противостоянии и к Юпитеру И к Сатурну В астрологии Сатурн и Юпитер Имеют прямое отношение К различным ветвям власти Исполнительной И законодательной А значит народ будет находиться В оппозиции к власти И попытки сильных мира сего Ограничить людей в их волеизъявлении Будут проводиться в жизнь С применением силы Выходом из противостояния Общества с властью Мог бы стать диалог С критично настроенной частью социума На возможность которого Указывают гармоничные аспекты Юпитера к Херону Планетойду Который воплощает принцип договора И компромиссов Луна в гороскопе нового года Будет находиться в Ольве А это значит Что народу в 2021 году Будет крайне необходима Возможность демонстративного Волеизъявления В форме флешмобов, перформансов И ярких многотысячных митингов Напоминающих карнавалы Но если власть не обеспечит народу то Что в древнем риме называлось Хлебо и зрелище То общество само возьмет на себя функцию Генератора идей и смыслов В итоге ситуация может вылиться В объявление жестких ограничений Как на фоне борьбы с новыми мутациями Непобедимой пандемии Так и по внутриполитическим мотивам Подобное развитие событий может спровоцировать Настоящие революционные выступления Ну правда пока что не в наступающем году Что же касается роли правителей То положение Солнца в 11-м Королевском градусе Козерога В момент включения гороскопа нового 2021 года Указывает на усиление их полномочий Кстати в гороскопе уходящего 20-го года Солнце не имело преимущества Королевского градуса Что и способствовало десакрализации Верховной власти И падению рейтингов многих политиков Дорогие друзья Хотел бы вас предупредить Что наиболее острым и конфликтным временем В 2021 году Скорее всего станет июль И самое начало августа В это время Марс окажется В дурном соотношении с Сатурном Ураном и Юпитером Подобная конфигурация указывает На огромные разрушительные силы Которые могут найти свое отражение Как в военных действиях Так и в неожиданных катастрофах Велика вероятность подобных событий В южных и восточных регионах нашей планеты Причем вполне вероятно Еще и поблизости от российских границ Также весьма напряженным будет и время Солнечных и лунных затмений А это будет период с 26 мая по 10 июня И с 19 ноября по 4 декабря 2021 года Наиболее позитивными периодами Окажется конец апреля, начало мая А также конец августа и весь сентябрь 2021 года Это наиболее благоприятное время Для новых начинаний в личной жизни Бизнесе и творческой деятельности В целом же предстоящий год Потребует от нас большого трудолюбия Физической активности и работоспособности Поскольку по китайскому календарю Это будет год белого быка А по древнеперсидскому год коня Оба этих животных обладают колоссальной Внутренней силой и физической мощью Но кроме всего прочего При грамотном управлении извне Они оба могут быть поставлены В подчиненное положение Дорогие друзья Для того, чтобы стать хозяином Собственной судьбы в 2021 году Придется очень много работать Рассчитывая только на самого себя Причем надо быть готовым К кардинальным переменам в жизни Вплоть до полной смены собственного имиджа Ведь конь это символ поступательного движения И дальних перемещений А бык это символ стихийной мощи И консерватизма Хочу вам напомнить Что китайский юпатерианский календарь Больше связан с людьми Которые ориентированы на социум И происходящие в нем процессы А вот персидский или сутрунианский календарь Больше подходит индивидуалистам Склонным игнорировать Общие правила установки И ставящим перед собой цели личностного роста Кого из этих двух типов вы себя относите И какую модель поведения изберете на будущий год Решать только вам Быть ли свободным и независимым Или подчиняться обстоятельствам Неопреодолимой силы Выбор за вами Каждому из нас наступающий год Обещает разное Но есть главные тенденции Которые желательно учитывать тем Кто пытается определить стратегию поведения В новом году Поэтому я иду навстречу вашим многочисленным запросам И предлагаю вам экспресс прогноз Для всех типичных представителей зодиакальных знаков Начнем мы с тех Кто родился под знаками огня Типичных обнов ждет время открытия Внутреннего преображения Успех в 2021 году Во многом зависит от вашего настроя С помощью единомышленников Вы сможете реализовать то О чем раньше могли только мечтать Не бойтесь менять свою личную жизнь Сейчас для этого самое время Наиболее удачными для бизнеса И проявления личной инициативы Окажутся март, август и декабрь Типичных львов ждет очень непростой год Наполный борьбой и риском Многим из них предстоит отстаивать свою правоту Апрель, август и октябрь Время наиболее острых ситуаций Как в контактах с людьми Так и в дороге Для решения финансовых вопросов Дальних поездок и крупных покупок Идеальный март и декабрь Первая половина года покажется вам Особенно непростой Типичных стрельцов в предстоящем году Ожидает успех в обществе И карьерный рост Ваша жизнь может стать разнообразнее И интереснее Август и декабрь Могут принести вам удачу в деловых поездках Февраль и июнь Лучшие в 2021 году месяцы Для завязывания длительных отношений В марте избегайте конфликтов И выяснения отношений с близкими людьми В первой половине года ваши планы и действия будут несколько хаотичными Но тем не менее вы вполне можете достичь желаемого результата А теперь давайте рассмотрим прогноз на 2021 год Для типичных представителей знаков Земли Типичных стрельцов в предстоящем году ждет успех профессиональной деятельности Но только для этого им придется много и напряженно работать Скорее всего вы можете столкнуться с ложью и клеветой в ваш адрес Вторая половина года пройдет заметно спокойнее и гармоничнее Для отдыха и дальних поездок Лучше всего вам подходят июнь и октябрь Удачные месяцы для деловых поездок, командировок и подписания контрактов Сентябрь и январь Типичным девам в течение предстоящего года Придется умерить свои запросы и закинуть пояса 2021 год принесет вам не столько исполнение желаний Сколько серьезные испытания Сконцентрируйтесь на самом главном и займитесь своим здоровьем Самыми тяжелыми месяцами для вас будут февраль и июнь А наиболее удачными для реализации планов деловой активности И установления прочных партнерских отношений Окажутся январь, май и сентябрь Типичным козерогам предстоящий 2021 год Принесет финансовую стабильность Особенно летом и осенью Для серьезных инвестиций и новых бизнес-проектов Предпочтительнее февраль и сентябрь Но будьте осторожны и старайтесь не поддаваться Заманчивым обещаниям весной Особенно в мае Вторая половина года пройдет более спокойно Ведь в лучшем случае вы сможете обрести Неожиданный успех А теперь давайте рассмотрим прогноз на 2021 год для типичных представителей Знаков воздушной стихии 2021 год принесет Типичным близнецам удачу в самых разных областях У вас появятся новые планы И возможность их реализации Решительные действия в бизнесе дают ожидаемый результат Особенно в феврале и в июне Правда, во второй половине июля В знак близнецов входит черная луна Что на 9 месяцев значительно осложнит жизнь Многим его представителям Во второй половине года Вы можете столкнуться с обманом и мошенничеством Типичным весам в 2021 году Удаются творческие проекты И появляется долгожданное счастье в любви Год благоприятен для личностной реализации И профессионального роста Однако, существует вероятность Распаления сил Так как ваши увлечения Могут оказаться излишне разнообразными Берегите здоровье Особенно в марте, июле и октябре В первой половине года Вы сможете достичь желаемого Даже если поставленная цель Кажется вам слишком амбициозной 2021 год для типичных водолеев Чрезвычайно важное время Так как в их солнечном знаке Находятся Юпитер и Сатурн В предстоящем году Для вас откроются новые перспективы По реализации самых смелых деловых проектов Постарайтесь максимально использовать Первую половину года Особенно февраль и апрель Именно тогда вы сможете обновить свою жизнь И осуществить ее перезагрузку А также решить вопросы личного характера И улучшить качество собственной жизни Ну и в завершении Давайте рассмотрим прогноз Для типичных представителей знаков воды Для типичных раков 2021 год будет очень непростым временем В этом году вас могут ожидать Серьезные перемены в отношениях С ближайшим окружением И с деловыми партнерами Год не слишком благоприятен И для любовных отношений В марте и октябре Возможны критические ситуации Причиной для которых Может стать ваша легкомыслие Будьте готовы к тому Что во второй половине года Многие тайные процессы в вашей жизни Активизируются Типичным скорпионам В предстоящем году Придется много сил Потратить на преодоление Множества мелких препятствий Следуйте голосу собственной интуиции И не верьте пустым обещаниям Для коммерческой деятельности Наиболее успешны январь, июль и сентябрь Будьте осторожны и предусмотрительны В мае и в ноябре В первой половине года Вам придется всерьез заняться решением Наболевших проблем прошлого Но это позволит вам обрести удачу В осенние месяцы В первой половине года Типичные рыбы Могут столкнуться с психологическими проблемами В этом году Скрытая сторона их жизни Выйдет на первый план Наслонив собой реальность В худшем случае Вы можете столкнуться с одиночеством И даже изоляцией Однако в середине года У вас возможен творческий подъем И удача в бизнесе Наиболее плодовитыми в творческом отношении Будут июль и ноябрь Дорогие друзья Желаю вам всем здоровья Удачи, оптимизма и успехов В наступающем 2021 году Всего вам самого доброго Ну и до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok